Вести западок нормально? На барту порядок. Первые слова экипажа уже на орбите. Знак качества всей космической подготовки. Но это еще впереди, а пока финальное испытание перед большим стартом 21-й экспедиции посещения МКС, которая навсегда войдет в историю независимой Беларуси. Ну так что, полетим? Полетим, да. Не передумали? Нет, ни в коем случае. Ну, полетим так полетим. Ну, мы вас будем ждать здесь. Увидеть нашу планету с орбиты мечтают миллионы, но космос открывается только для избранных. Марина Василевская и Анастасия Ленкова, бортпроводник Белавия и врач РНПЦ детской хирургии вытянули свой звездный билет. Их доверили лучшим из лучших, чтобы через полгода они шагали в такт с укротителями невесомости. Так как мы очень хорошо подготовлены, мы прошли подготовку, и у меня очень опытный экипаж, профессионалы своего дела, поэтому я надеюсь, что все получится по плану. Они прыгали с парашюта, бороздили просторы в гидролаборатории, вращались в центрифуге и выживали в лесах Подмосковья. Ну и, конечно, выучили до автоматизма не один свод космических правил, отличный на каждый этап полета. Старт и посадка самые динамические, поэтому и так много внимания к работе экипажа именно на корабле «Союз». Это только на первый взгляд кажется, что люди в скафандрах сидят, перелистывают буклеты и тычут в кнопки на консоли. На самом деле несколько часов они будут на грани жизни и смерти, поэтому сейчас в тренажере «Союз» они отрабатывают все не то что фактические, а даже гипотетические сценарии, потому что там в космосе уже подсказать будет сложнее, да и выпрыгнуть в зал с коллегами уже точно не получится. Главное научиться побеждать стресс, а значит предельно жестко контролировать свое тело и мозг. Только на старте вес космонавта увеличивается в семь раз, а уже в невесомости организм запускает процесс перезагрузки, результат которой лотерея ценой в жизнь. Они были на центрифуге, в барак-камере, вестибулярные кресла, то есть все тренажеры, которые здесь есть в центре, они все использовались в ходе подготовки для этого экипажа. И кроме этого, огромное-огромное как бы задел состояние здоровья. Тоже позволяет этому экипажу в такой вот кратчайший срок подготовиться. За подготовкой девушек в звездном городке наблюдает живая легенда – Петр Климук. Именно он в декабре 73-го открыл для Беларуси космос. Каждый коридор, тренажер и специалиста он знает не понаслышке. Более 10 лет возглавлял легендарный центр имени Гагарина. Они готовились хорошо. Те науки, которые необходимо для них знать. Их научили этим наукам. То есть я просто доволен, что так все вот в центре подготовки хорошего мнения о наших девчонках белорусов. Тут же Петр Ильич попросит роль основного экипажа не возвышать. Он и сам на свой первый старт отправился в статусе дублера. Поэтому с уверенностью заверяет – в ЦПК уровень подготовки у каждого на высоте. Экзаменационная комиссия оценку Климука только подтвердит. Оба сдали на отлично. Для того мы и дублируем, чтобы иметь возможность при какой-либо ситуации заменить основной экипаж. Поэтому, конечно, морально мы все готовы. Мы для этого здесь и находимся. И для этого сюда пришли. Уже на орбите присматривать за Мариной Василевской и Анастасией Ленковой будут два аксакала космоса – герои России – Олег Новицкий и Иван Вагнер. Нотку интернационала добавили астронавты НАСА – Трейси Дайсон и Дональд Пэтит. О, нет, нет. Я нет. Я не командир. Нет. Боргенженер. Хорошо. Звездный городок всегда был объектом режимным, а в советское время и вовсе засекреченным. Ведь гонку сверхдержав никто не отменял. Но в разгар холодной войны, когда горячие головы ракет уже смотрели в сторону Вашингтона и Москвы, экипаж Алексея Леонова буквально с того света вытащил команду Томаса Стаффорда. С тех пор совместные проекты в космосе – самый эффективный способ решения политических проблем. У нас есть кодекс поведения космонавтов. Мы никогда не судим, допустим, о религии другого человека. Мы не лезем к ним в семью. Мы не лезем в политику. Мы профессионалы. У нас есть программа полета, которую мы выполняем. У нас каждый человек на станции зависит друг от друга, потому что при какой-то аварийной ситуации мы не будем ставить какие-то границы и за это не помогать кому-то. Мы готовимся вместе. Мы друзьями являемся и на станции, и после выполнения полета. А если есть какие-то политические вопросы, они должны решаться не в космосе, а именно политиками. Но все же полет не статуса ради. У белорусок на МКС ряд исследовательских задач, в том числе для НУШ Национальной Академии Наук. Наши интересы в космосе – от биологии и физиологии до коммерческих целевых работ. На 12 суток экспедиции запланировано 8 экспериментов, из которых половину опробуют впервые. Я когда в посольстве был, я занимался спутником дистанционного задержания, который, вот как раз белорусские ученые этот спутник сделали. Запускался он ракетоносителем России. И второй спутник, спутник связи, который запустили китайцы. Тоже это белорусский спутник связи. Их всех манит неизведанное. Они смотрят в небо с надеждой, что стихия их примет. Впереди у экипажей дорога на Байконур. Еще один центр силы. Сейчас одно из главных испытаний для участниц космического полета время. И только тому, кто его пройдет, космос покорится. 21 марта. Старт новой звездной главы истории Беларуси. Константин Герцев и Николай Ковалев. Неделя СТВ.